Диласхан из Шкулова по сей день помнит, как её сын 10 лет назад, 8 июня, вышел из дома сдавать экзамен. Ему был 21 год. Он учился на юридическом факультете Ожского государственного университета. В тот горестный день студент столкнулся с трагическими июньскими событиями и домой так и не вернулся. Наша героиня пережила несколько судебных заседаний и до сих пор верит, что её сын жив. Она рассказала, что правоохранительные органы им показали тело другого человека и пытались заставить поверить, что это их ребёнок. Они пытались закрыть дело и убеждали нас, что тело сына найдено. Мы поехали на опознание с мужем и дочкой. Нам показали обгоревшее тело и сказали, это ваш сын. А у моего сына зуб в правой стороне выпал. Он каждый раз спрашивал, когда же у меня вырастет этот зуб. А у тела, которое нам показали, не было переднего зуба. Сотрудники пытались меня заставить поверить, но я не опознала своего сына. Сыну Джилысканы Шкулова и Семетею Ахмедову в этом году исполнился бы 31 год. Мать надеется, что снова увидит своего ребёнка и каждый год 10 июня уже по традиции собирает близких, чтобы почтить память погибших в трагических событиях. У каждого ребёнка свой характер, свои привычки. Никто не похож друг на друга. Все мои дети хорошие, я их люблю. Но Семетей был совсем другим. Он был особенным. Этот дом из 75 квартир, выделенный для пострадавших от июньских событий семей. Здесь проживают жёны и матери погибших и без вести пропавших. Здесь живут матери 23 без вести пропавших. Мы целый год их искали, где только могли. Остановили реку Ахбура, искали там. Обошли дома, выкапывали кладбище. Мы обвиняли всех на своём пути в наших бедах. Но нам пришлось принять, что прошлого не вернуть. И что это тоже испытание. 10 июня 2010 года на юге Кыргызстана произошёл конфликт между этническими кыргызами и узбеками. В нём погибли 470 человек. Более двух тысяч получили ранения. А сотни тысяч человек бежали от погромов в соседний Узбекистан. Целые кварталы второго по величине города Кыргызстана были разрушены. Продолжение следует...